Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 26 сентября, день Корнилия, назван в честь священномученика Корнилия Сотникова. Он был язычником, но вел праведную жизнь. К нему явился ангел и повелел найти апостола Петра. Корнилий выполнил это указание, а Петр крестил его у себя в доме. Корнилия считают первым язычником, который принял христианскую веру. Далее Корнилий стал епископом. Его рукоположил сам Петр. Потом он разрушил языческий храм, после чего многие язычники уверовали во Христа. С этого дня корень в земле не растет, а зябнет и засыпает. Убирают все овощи и корнеплоды, картофель, брюкву, морковь, хрен. Из этих овощей крестьяне готовили большое количество блюд. Например, похлебку. Редьку натирали на терке, добавляли немного нарезанного лука и заправляли квасом с постным молоком. Редьку можно нарезать тонкими ломтиками, посыпать солью и дождаться, пока из нее выделится сок. Ели с растительным маслом. Вообще редьку считали едой бедняковым, но это весьма полезный корнеплод. Морковь употребляли как в вареном виде, так и в свежем. Прекрасный по всем параметрам корнеплод. Репу могли парить, варить и даже есть сырой. Из свеклы готовили борщи и свекольники. Само название борщ. Блюдо получено от борщевика, растения, изначально входившего в традиционный рецепт борща. Сегодня улетали в теплые края последние грачи. В этот день можно садить яблони и смородину. Приметы. Дождь сегодня пошел к урожайному году. Опять-таки добавим сюда немножечко меда. Для того, чтобы смягчить кислое действие вкуса. Не всем нравится кислый вкус. Да, кстати, люди, которые страдают изжогой, к люкве должны также относиться с должным уважением, потому что она может провоцировать изжогу. Много не употребляйте, часто не употребляйте, особенно, кто страдает ей. Итак, мы с вами медок сюда добавили, размешали все это хорошенько и пробуем, что у нас получилось. Пока я готовлю клюквенный напиток, я еще разок вам скажу, клюквенный напиток или морс. Берете один стакан клюквы, разминаете, но, чтобы не разминать, я воспользовался блендером, он прекрасно все размял. Этот стакан клюквы, размятый, вы заливаете литром талой воды, лучше всего настоянной на кремнии. Вот. И добавляете еще одну-две столовые ложечки меда. Все, можно еще настаивать один-два часа, ну, так вот как раз оно настоится. И совсем другой напиток, более приятного вкуса, такого сладенького, кисло-сладенького, такого нежного. Этот напиток вы можете употреблять как профилактическое средство от простуд. Великолепно вам будет помогать. Помните, что клюква, вот она, красного цвета, так, кстати, красный цвет дает нам энергетику, уже за счет этого она повышает защитные силы, повышает, будем говорить, жизненные силы организма, заставляет жизненную энергию кипеть в нашем ослабевшем за зиму теле. Вот. И прекрасно действует. Но самое важное, еще разок я повторю, что клюква хорошо зарекомендовала себя как антибактериальное средство, и знаете особенно от кого? От трихомонад. Ее также можно применять и в качестве профилактики онкологии, потому что в некоторых случаях онкология возникает от наличия того, что в организме живут колонии микроорганизмов, которые начинают размножаться и образуют опухоли. Ну, это одна из таких теорий есть. Вот. Поэтому в качестве профилактики особенно. И из вот такого вот клюквенного напитка, особенно когда мы стаканчик с вами размяли в блендере, без всяких добавлений, можно использовать и как в качестве наружного средства. Можно, говорит, женщинам делать орошение половой сферы. Вот. Можно там, где имеются там ранки, плохо заживает кожа. Можно использовать в виде повязочек, в виде компрессов на кожу. Будет прекрасно действовать. Кстати, сок клюквы вообще можно заготовить заранее. Значит, когда идет сезон клюквы, это примерно у нас в сентябре-октябре и позже, мы собираем эту клюкву, отжимаем ее и далее помещаем в холодильник или в погреб, в темное прохладное место и храним всю зиму. Важно отметить, что сок клюквы полезен при гриппозном состоянии зимой. Часто гриппом люди болеют. В различных инфекционных заболеваниях, и особенно отмечу, в том числе и мочеполозных, ангина. Просто-напросто можно полоскать вот этим вот клюквенным соком, клюквенным морсом полость рта хорошенько, чтобы... 27-е лунные сутки. Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты, что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение, жидкость и меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность в питании, физической нагрузке, да во все. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны. И во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok